Ох, рябина не кудрявая! Вздыхают жители улицы Белимбаевской. Старое дерево во дворе жилого дома вот-вот упадет, но спильщики туда не торопятся, хотя жители просят об этом все лето. Городской дозор выяснял, когда же рябинушка ухнет. Век этой рябины уже миновал, и она держится сейчас лишь на честном слове. Однако, возмущаются жители, никак не могут добиться, чтобы сухое дерево спилили. Корни, ветки, три ствола – это все, что осталось от кудрявой рябины. Часть дерева вообще держится на ограждении газона и опасно кренится над головами прохожих и машинами. Жители обратились в жилконтору. Коммунальщики пришли, посмотрели, обещали спилить. Проходит неделя, проходит вторая, третья проходит, ничего не делается. Потом, значит, я снова звоню. Они говорят, у нас нет таких работников, которые, чтобы мы спиливали рабочих. Из-за чего случилась заминка, люди не понимают. Ведь рано или поздно сухостой упадет. Не проще ли предотвратить грядущее ЧП? Если мы сами спилим, нам сказали, что будет штраф. А если она упадет, сильные ветра, тут стоят машины, тут бегают у нас ребятишки. И что, в конце концов, кто будет в этом виноват? Жители снова принялись звонить Джеу. Последний ответ переполнил чашу их терпения. Она и говорит, там не знаю, кто мне представилась, она и говорит мне, мы ничего не должны, мы не обязаны. Я говорю, ну хорошо, я тогда буду вызывать городской дозор. Пожалуйста, хоть кого вызывайте. Однако на деле, после нашего появления у сухой рябины, коммунальщики сразу засуетились. Тут же нашлась автовышка. Впрочем, пильщики обошлись без нее. Как пояснили в жилконторе, работница, которая должна была передать акт подрядчику, ушла в отпуск. А бригадир пильщиков вообще уволился. Потому дело и встало. В знак примирения коммунальщики спилили еще одно сухое дерево, скрывавшееся в кустах. Если жилконтора не реагирует на ваши заявки, следует обращаться в управляющую компанию. Там не принимают мер. Жалуйтесь в департамент жилищного надзора. Юрий Шумков, Евгений Дробышевский, Городской дозор. Юрий Шумков, Евгений Дробышевский, Городской дозор. Юрий Шумков, Евгений Дробышевский, Городской дозор.